МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привет! Это программа Дело по плечу. Программа, в которой я пробую на себе различные профессии, рассказываю о людях, которые в этих профессиях работают. Я неспроста нахожусь в лесу, потому что сегодня будет особенная программа. Сегодня будем выяснять, как клемят деревья, что такое вырубки, и как восстанавливают лес после пожаров, ураганов и всяких разных болезней, которые поражают деревья. Сегодня будем рассказывать вам о профессии лесника. Пойдемте в лес вместе со мной. Рассказывать мне сегодня про работу лесника и о том, как же эта служба существует в Сарове, будет мне Константин. Здравствуйте, Константин. Константин, правильно ли назвать вас лесником? По старой привычке, да. А как сейчас правильно называется это все? Везде по-разному. Лесной надзор, лесная охрана, работники лесопарка, участковое лесничество есть там, инспектора и так далее. Вы знаете, у меня есть такой вопрос. Вот когда, вот сейчас, если молодому человеку, девушке задать вопрос, ты знаешь, кто такой лесник? В голове сразу в образе представляется человек, который живет в дремучем лесу, в какой-нибудь изглубке. На кордоне. Где-нибудь, да, на кордоне, который подкармливает зверей, поливает деревья в лесу. Ну и в общем и в целом ходит небритый и всегда в лесу, без людей. Верно это представление или нет? Чем занимаются лесники современные? Ну, возможно, невозможно. Это в этом плане еще такие вещи сохраняются в заповедниках. Но у нас, как говорится, вот бывший горлесход стал называться, часть вот леса оставшись, часть ушла в другую сторону, одна осталась здесь, где мы сейчас находимся. Называется лесопарк. Лесопарк. Вот лесопарк и лесопарк. Пойдемте тогда смотреть, куда мы с вами приехали. Рассказывайте. Пойдемте смотреть, что же здесь такое. Потому что, насколько мне известно, здесь когда-то что-то горело, а потом еще прошел, наверное, какой-нибудь ураган, потому что очень-очень просторно, слишком просторно для леса. После того, как горело, вообще, в 2010 году лес ослаб. И такое есть насекомое, караед. Караед. Еловый типограф. Вот в данном месте, где вот эти прогалины, ландшафт изменился. Здесь было, вот видите, даже остатки еще вот этих елочек, которые мы думали, что они останутся живы. Они все-таки все... Но сплошняком был непроницаемый темный ельник. И ослабленные деревья, не только елки, но в данном, конечно, пострадала больше всего елка. Еловый типограф, который раньше плодился обычно раз в год, а лед у них определенный период, у каждого там караеда есть, они стали даже два раза в году. Климат изменился, жук появился. И он стал массово выедать еловые насаждения. До 70-80% спелые, перестойные и приспевающие ельники. Этот типограф под ноль. Вообще, конечно, широкие просеки поваленных деревьев, гигантские проплешины с торчащими пеньками, сорванный дерт и завалы рубленных веток гнилых остатков берез, тополей, рябин и кленов произвели на меня гнетущее впечатление. Потери деревьев колоссальные. Но одна из основных обязанностей лесников нашего города – это как раз восполнить эти потери. Высаживать новые сосны и ели. Где уже после этих двух стихийных бедствий, естественно, образовались такие огромные прогалины, мы произвели посадки с помощью трактора. Вот я сам лично тут занимался этим. Вот и рядом тут сгребали в кучу пеньки, порубочные остатки там, что-то какие-то. Домерализовали, потому что... Ну, то есть верхний слой. Да, верхний слой, который очень сложный, где семена, вообще трудно пробиться. Кстати, вот видите наши посадочки, вот сосновые. Дальше там в тени еловые. И здесь на этой вскрытой платформе великолепно себя чувствует сосна. А вот уже самосеев. Вскрыли дерн, скрыли, вот сосеночка посажена, а вот это сосновый самосеев. Я бы прошу внимания, даже бы не обратил внимания вот на эти маленькие кусочки. Вот видите, и вот все будет больше, семена падают, пошли ряды, и вот туда нас почти гектар больше у нас произведены посадки. Какая грань в вашей профессии больше? Люди вам завидуют, родные, друзья, что, господи, у тебя такая замечательная работа, ты всегда в лесу. Пока не попадешь к нам работать, и поймешь, что это... Или говорят, зачем ты сюда пришел? Это, ну, кажется, что это романтика, но эта романтика как бы тает, пока не попадешь и столкнешься с нашей работой. Не говоришь о зарплате, что она... Поэтому здесь патриоты работают в основном. Убежденные. Убежденные. Ну, или люди, которые уже где-то когда-то работали, вот лесники именно, которые к нам приходят, ну, чтобы вот этой романтики вздохнуть и подзаработать. В 2018 году лесники Сарова высадили на... Ну, где-то, наверное, на гектаре высадили сосны и... Сосны? И ели, уже сам путаю. Так вот, за 40-50 лет, а именно столько надо будет, чтобы лес поднялся, как надо поднялся, ель вырастет всего где-то метров на 8 в высоту, будет пушистая. Но вот сосна будет метров 15 не меньше в высоту и будет уже с большим столом. Это здорово. Осмотрев место, где высажено около 2000 новых деревьев, мы двинулись дальше. Работа у лесника разъездная. На вопрос, куда мы дальше, ответ у Константина простой. В район лагеря Чайка. А на точнение, что там? Пожар вчера был. Надо посмотреть место внимательно. Какой самый главный враг в лесника? Ну, лесного хозяйства и нашей всей страны, наших лесов родных, конечно же, это огонь. Пожары. От которых мы у нас, кстати, везде и аншлаги, от которых мимо будем проезжать, предупредители, мерам и все. Вот сейчас, как на иголках, мы из-за этой погоды безберечь лес от огня. Отлично. Естественно, конечно, ну, там самовольные поробы, это редкое явление, но оно есть. Это тоже. Кто-то что-то самовольный, где-то тот поджог. Мусор, мусор, который мы тоже убираем. Ну, собственно, приехали мы на территорию бывшего лагеря Чайка, и здесь действительно ночью был пожар. Кто-то сидел, видимо, Толик, может быть, курили, может быть, разводили какой-то мини... Скамеечки. Да, мини-косерны, скамеечки. Скамеечки до тла сгорело. Уехали и не потушили. Все. Вот результат. Плохо. Скамейка до тла сгорела. На ваш взгляд, как можно было избежать этого всего? Ну, как избежать? Не пускать в лес? Ну, мы и так не пускаем, во-первых, в лес, это раз. Во-вторых, нужно с головой немножечко жить повеселее, думать о последствиях того, что может произойти. Бычок затушить, засыпать, где-то на асфальте его затереть, надо было здесь. Что могло произойти, если бы вот этого всего сейчас никто не увидел, не почувствовал огня и дыма? Хорошо, что здесь слабый слой гумуса. Просто, можно сказать, еловый опад. В обычный год даже бы не загорелось бы. Он бы еще зелененький был вот здесь туда-сюда. А тут вот, пожалуйста, результат. И дальше мог перейти, если бы в ветер. На верховой. Не дай бог, в верховой. Это было бы что-то. Десять минут тряски в чреве старенькой буханки, и мы подъезжаем к дереву, которое необходимо заклеймить. Это означает, что дерево будет определено под спиливание по причине его засыхания. Пока мы едем, не устаю поражаться тому, как мужчины ориентируются в лесу. Два поворота, и мы выезжаем точно к искомому дереву. Буквально-таки погружаюсь в работу лесников. Мы дали топор и клеймо с двух сторон. На одной стороне звезда, на второй СП, что означает самовольный порог. Перед тем, как сделать пометку, что дерево уже как бы помечено, надо с него немножко коры снизу, и на уровне головы, на уровне лица сделать две некие зарубки. Надо добиться, добраться до коры, ой, до древесины. Дерево уже, кстати говоря, не больно. И после того, как кора сорвана, можно делать вот так. Все. Ну, дерево, теперь ты отпущена. Отпущена. Константин, в конце передачи мы обычно спрашиваем у нашего проводника по профессии, получилось ли что-нибудь у меня, спрошу и у вас, получилось ли что-нибудь у меня из профессии лесника. Пойдемте, как себя на работу. Ну, если немножко потренироваться, чтобы руки чуть-чуть затащить, если деревья тисать, ну, приглашу вас помощником лесоруба. И дело вам будет по плечу. Спасибо вам большое за этот ликвец и прогулку. Пожалуйста. Здорово. Спасибо. 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 Субтитры подогнал «Симон»